1912 года рождения. Павел Ильич. Как летний мой и мои жены. И Ленин озлился на это дело. Пошел против страны, против народа. Прислались в Германии два шпиона. Это значит, этот Энгельс. То есть этот Марш и Энгельс. И они значит не стали дома делать эту проклятую революцию, а приехали в Россию. У меня было пять детей. 1891 года. Оба. И отец, и мать. При царю, вы говорите, когда же было при царю пить? Надо же было работать. Я покурил, покурюсь недельку. А противилась какая-то она мне. Тошно-то я стала. И бросил. Совсем остается вот так. Одна ниточка до смерти. И вдруг откуда-то что-то появляется. Я остаюсь опять. Вот мы добрались. До старожила Нелидовского района, Зенцовского поселения. Коженово. Павел Ильич. 1914 года. Не, 12. 12, да? 1912 года рождения. Павел Ильич, ну, давайте присядем. Расскажите нам о жизни своей. Я хочу рассказать вот эту историю. Ага. Нет, мешки это деревня. Деревня, мешки, да. Больше нигде ларишь через мешки. Это, оказывается, урожанцы, это есть, Рязанские губернии. А, вон так. Рязанские губернии, да. И вот они, значит, эти самые ларишьки... Есть ларькины, есть, значит, даже всякие есть. Все, там, Ларевонова, а? Лавочкины есть, да. Лавочкина, Ларевонова. А ларичкины нигде-то ходят. Вот в одних мешках тут устрелились ларички. И много их там... А вот я вам сейчас расскажу, вы слушаете. Получилось это вот таким способом. Когда было крепостное право, когда его отменили в 1861 году, тогда, значит, торговали людям спокойно, проиграли у карты. Не хочешь ехать, связывают, все связывают куда-нибудь проиграли. Да. И, значит, по наследству давали барин-барину, и так и дальше. Это все эти самые... Рабы, рабы были, да. Ну да, крепостные. Крепостные, да. А когда в 1861 году отменил крепостное право, Александр Третий, кажется, да. И вот, значит, была даже поговорка такая. Обещался наш Александр к ржасту домой прибыть. Рожастоп, праздник проходил, Александра дома нет. А я убил Ленина, брат Саша. Кинул первую, значит, гранату. Гранату. Бомбу. Надо бомбу называть. И он, значит, перекрасился. Ой, слава богу, живо осталось. Он им раз в вторую. И убили. Да. И вот, значит, и Ленин озлился на это дело. Пошел против страны, против народа всего. Да. И, значит, когда есть портреты такие, сидите, она плачет, мать его. Мать Александра. Да, значит, у Лянова. Нахуй. Да. А она говорит, не плачь, мама, мы пойдем только другим путем. Все равно нашел путь другой. Уничтожить человечество. А кто именно уничтожил человечество? Прислались в Германии два шпиона. Это, значит, этот Энгельс. То есть этот Марш и Энгельс. И они, значит, не стали дома делать эту проклятую революцию, а приехали в Россию. А почему? Потому что четыре года мой отец тогда воевал. Первая Минополитическая война. И за четыре года ни метра земли не дали. Не сдали, ни метра. Были в окопах, так за четыре года остались в окопах. Такие стояли на этом месте. А? Такие на этом месте стояли. Да. На колории они стояли у себя. И видеть немец, что Россию так нам взять. Но, значит, посоветую этому шпионам, вы договоритесь с Лениным. Значит, чтобы мы его сделаем не только вождем России, а вот будет мирового пролетариата. Будет нам всем миром управлять. Только уничтожить, пускай, большую половину человечества. Так и пошло. Били красные и белых. Белые и красные, кто не поймет, что творилось. Потом, наконец, видеть этого мало. Давай, значит, женщин, детей, стариков выменили без горёночка. На семинах не ставились, протокляли такие были. Да. Скот забирали, всё. Саму аналавку клали, порой всё это наказывали розыгами, да, всяким. Как барин бил, так и они били, да. Павел Ильич, скажите, пожалуйста, а вы в семье, у вас же в семье дети были? Вот вы женатые были? Нет, ну подожди, братья и сёстры, братья и сёстры. Вы говорите про отцов? Нет, 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 про вашу семью, личную семью вашу. Про мою семью у меня было пять детей. Один Саша назвал, а тот весь месяц умер. А девочка, она двойнят родила, значит, та умерла в сорок восемь лет. А остались трое живых, Галя, Тоня и Миша. Галя и Тоня, это инженера. Вот я вам не договорю, сейчас кончу, сейчас кончу. Значит так. И эти, значит, самые штуки, когда играли у карты наш смоленский, мы тогда были смоленские, барин, с рязанским, тоже барином, играли где-то в Москве у карты. И проиграл рязанский смоленскому 25 семей. Надо же. Да, а это крепостное право было же отменено. Уже было отменено. И он, значит, назвал его барин, хвалив землю с этим манером, послал своего посланника, наш шанинский барин. Да, наш шанинский, имение было большое там. Да, но он приехал тут, и барин их не говорит этот, рязанский. Раз я проиграл, я не протестую, пожалуйста, собирайтесь. Но если вы их заберете, а сейчас уже власти такой нет, как при пригорном. Что, свяжем ли, свяжем? Не, он имеет право жить там, где сам захочет. Не захочет никуда ехать, пускай тут живет, я не имею права принудить его. Так что берите, если возьмите. А больше я ничем вам помочь не могу. Тот барин сказал, рязанский. Ну, вот он, значит, хвалил, хвалил, раз хвалил. Или всех 25 человек поехал, или половина, или больше, значит, поехали. Едет, едет, ну, скоро, не, еще не скоро. Нельзя говорить, скоро, видите, чернозема-то нет. А нам уже сказали, так, что сеять не надо почти, все само родится. Но пока уже привез, вот там железная дорога, Жарковский, мешки уже, ею, проехали. А там такая ровная площадочка, печище называется. А там же во время имения чисто, чисто было, кустики все были вырублены, чисто. Он говорит, я всю дорогу вам врал. Оказывается, мы ехали только для этого имения. Вот оно имение, обращайтесь, барин вам поможет, чем может, и тут будете жить. Я по топору дозаима, он улез и уехал. Вот прибегли, как дали, значит, у окошка, посыпали стекла, барин, барин выкинул ключи, отмененная крепостная правда, выкинул ключи, связку ключей помню. И от армбару, и от хребу. Они, значит, забрали всех баринах, лошадей, свои лошади устали, не могут дальше ехать, и замучились. Баринах все лошадей перепрягли, нагрузили полные повозки зерна, лошадей, значит, волса и прочее там. И поехали. А мы сами, вот им, Ларичкиным, не досталось лошади. А свои лошади утомлены, не могут назадворачиваться. А лошади у барина больше не было. И она, на это все, сами отсталась. Она, сами отсталась, оказывается, большая. Вот этой моей жены, ромный дедушка с этого, с Рязани. Он 18 лет оттуда привезен, с Рязани. Да, и он, значит, он, этот самый, дедушка, было их, а хотя бы она была большая, петь сынов. Вот я его звалю Васька, и что-то позже, что было Васька Красный. Он, по-прежнему, некоторые говорили, что 115 лет прожил. Ну, это, может, неверно, может, поменьше, да. Вот Васька, потом влёгся, потом, значит, Мишка, потом, значит, Кондраш и Гаврила. И все, ну, все братья, да? Все родные братья. Ну, да. И все Ларички. Все сестер не было. Были, сестры. Были, да? Были, я не помню. Да, и все тут остались в мешках. И вся фамилия Ларичкина. Нас, этих старых жильцев, здесь очень мало. Вот мы, теперь Королёвы, теперь Смирновы. Все мы и три, и и четыре. Остальные все Ларичкины. Ведь это прежние. Вот такую хотелось бы сказать. Скажите, пожалуйста, Павел Ильич, а Ларичкин, значит, фамилия сохранилась сейчас? А мы сейчас сидим. Васька Ларичкин, там же ведь Мишка. Васька Ларичкин, у вас по прозвищу, как-то давно умер. И детей двое умерло. Ясно. Павел Ильич, а у вас жена до сколько лет дожила? Да, в общем, не дожила она до 80 лет, один месяц. 79, чуть на 80 лет. Понятно. Она на 9 лет же меня моложе. Я с 12, она с 21. Павел Ильич, скажите, пожалуйста, а вы ведь застали Русь царскую? Обязательно. И советскую Россию видели? Обязательно. И вот сравните, пожалуйста, расскажите нам. Как вы считаете? Никаких нет сравнений, как по сравнению с Лениным. Он же уничтожил все на свете живое. Он там мало выгреб, да зеленочка все. Так поставил охрану к соленым карьерам. Не допускали. Набрали бы какой-нибудь бузы, да продавали бы. И люди были живы. Ни одного человека не допускал до карьеров до соленого. Люди от не соленого стали умирать. Умирали каждый день по три человека в каждой деревне. Даже Христов не хватало. Да. И кровавый понос, и дизентерия, значит, это, и это, и спанка какая-то, и тиф, и пошли всякие разные болезни. И вот это братья, что после Ленина до Сталина у нас никого не было. Это бронё. На самом деле это время, Ленин сдох в этом... В 25-м. В 24-м. В 24-м году в январе месяце. А Сталин пришёл в этом, в 30-м году. И 7 лет, что это у нас правительство, никто не управлял уходить? Управлял. Управлял рыкал Алексей Иванович. И при этом рыкалый, только Ленин сдох, и через, значит, месяц появилось столько товаров, что даже страшно было подумать, что этот рыкал. И было, такие у земцах, тут по городам, широкие такие, значит, лозунги. И написано одно слово. Обогащайтесь. Вот когда Сталин пришёл и говорит, ты что ж это, Ленин приказал, чтобы у нас была пролетарская революция, а ты хоть обогащайтесь, Сталин его и расстрелял Рыкова. И этого Столыпина расстрелял, министр в земледелии был. И вот всё это расстрелял. И всё вернулось на прежние места, да, опять? А тогда всё по-сталински пошло, колхозы пошли. Вот я, говорили тут мне, как вы танцевали, то и другое, всё я говорил, а про Семёнову забыл. Чем было, пойдём танцевать. Значит, мужчина молодцом танцует, а женщина припевает. Да. Да. За Семёновну по 10 лет дают, а Семёновну всё равно поют. Да. Пару Ильич. А вот такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а у вас родители какого года, вы помните рождение? Хорошо, помню. 1891 года. Оба. И отец, и мать. И до какого года дожили? Дожили, отец ещё вот 55 только лет прожил. Он даже у меня из тишки есть, написано там, чистого хлеба увидеть я мог. Он всю жизнь жил на Метине. Девочка трёх лет у нас умерла. У нас было у отца семь детей. Первый самый я. Второй был Милка, двух лет умер. Третья была девочка. Только было все ответы. Ай, ось попала. Еле Метине и вот её кроме Метине дедушка у нас выручал на искалший там облетень на полозье к Саням нашёл дубу гнилого. Вот дубу эту приносили, напишку сушили, потом его толкли в уступе, резко том просеивали и пекли хлеб. Чисто дубовый. Первый день из трухлявой древесины, да? из коры? Изгнивший дуб. Ну да, то древесина трухлявая. Остальная древесина не шла. из трухи? один дуб ушёл. Из трухи? Из трухи. И ещё какой-то прядик, то, что, первый день есть. А корка обязательно отпавшая. И когда корка приподнимешь, там букаси чёрные, чёрные выпалые. А в каком году это было? А пока я не был. При Ленине, да? Ясно. А вообще у вас хозяйство большое было в семье, хозяйство у родителей? Восемь душ. Нет, хозяйство, хозяйство коровы. Три коровы у нас было, пара коней. Ну, а птица была какая? И птица была, и свиней по четыре штуки была. Это ещё при царе было, при царской власти, да? И когда писал этот «Обогащайтесь», рыкал, то, значит, так разбогатели, дали право рубить любой лес только для своего пользования, для земли и для покосов. Вот рубили этот лес и получали, как была весна, так дым затушить в гутле дарьки. Первый год грабельку поскреблюсь, рожь получается, потом копылят тяжелая работа. Потом значит ножик привязывают, дышат, пашут. И вот разрабатываем и так вот пашут. И так разбогатели, стали мелочилки покупать, велки. У самцах было сельскоречное товарищество. Продавали разные сельскоречные орудия, и мелочилки, и велки, и плуси, и разные рандыли там, всё продавали. И вот пришел Сталин, всё убил. Вот я не допел Машкину песню. Сыпь, Семеновна, подсыпай, Семеновна, не в тебе, Семеновна, а юбка хлёжа, зеленая. Юбка хлёжа, зеленая, юбка клеточку. Уполняй, Семеновна, пятилеточку. Пятилеточку четыре годика. Уполняй, Семеновна, ты молоденькая. Самолёт летит из-за выгона. Бригадир бегит, глаза выгоня. Самолёт летит, а на нём кичать. А колхозники всё караул кичать. Самолёт летит, крылья спалины, спалины. Увели Тирла, увезут из Сталина. Вот такие песни Прессельвановны пели. Зато, что и давали по десять лет за это давали. Ну, известная публика какая-то. Павлович, а скажите, пожалуйста, вот в нынешнее время сейчас повальное пьянство, и среди особенно молодёжи, да среди всех. А как было в те времена, собственно, в Царской Руси? Пили ли повально? Видите, тут рассказывают долго. История интересная. История-то потому, что народ настолько освобождён сейчас от всех работ. Мы забросили плуги, мы забросили эти хомуты, вороны, плуги. И теперь дерево на валом, давай нам готово хлеба, давай нам готово масло, всё, корову теперь перестали держать, уже, значит, давай им молока, давай, и колбасы, и всего, давай, 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 давай. а уже дедушки, вот работают, у меня там, который меня воспитывал, там, в банке работают, в Меледии, да, у многих, их, значит, зарплата не превращается, большую, сильно зарплату получает. И они воспитали таких детей, что он сроду пальчик об пальчик не бил. Это верно. И он не знает, как это работает. Он даже не знает, как это работает. Вот я и писал у стихов своим, до предела озерела с каждым годом молодежь, курить вичи день без дела, на работу не пошлешь. Отрастили волосище, не стригутся никогда, вместо песен только свищи, плохо, бляжи, три года, лишний совесть, ни презрение, не берут свои права. Жить не хочет затруднений, всюду волю им дана, вот эта воля довела, эта воля. При царю, вы говорите, когда же было при царю пить? Надо же было работать. Во время крепостного права, там и писалось, три дня, созидая его дворы, три дня на себе самого. Три дня от работы и барин бесплатно, ничего за это не платил. А три дня только работали на себе. А когда освободили крепостного права, тогда стали зануды бывать больше, распахивать, то стали жить лучше, хорошо стали жить. Ну, из человека, конечно, несравнительно. А мой дедушка, значит, она в баре приехала с Думброва, отдайте мне Захарка, я его Захаром звали, я его грамоти научил, не хотели, потом отдали, отдали. Вот она его заход научила грамоти, и потом его стали убирать. Первым общество, потом сообщество убирать, стали в волос, волос была в Горбачеве, там, в Горбачеве, да, в Горбачеве, да, в Горбачеве. Да, ну вот. Теперь, значит, да, теперь, значит, так, и, что, Захарушка, ты грамотный, пришли к нам приказ, мы его нам можем прочитать, а ты прочитаешь. А у деда было только всего одна лошадь и две короли. Ну, деда выбрали волос, и он оттуда привозил портрет от пола до потолка больший, больший, царя Николая. Потрет привозил, да. Ну вот. И, значит, я поехал, опять же, выбрал в уезд, и там единогласно все проголосовали за моего дедушку Захара. В уезд его выбрали. Ну, что, выбрали в уезд, и все, приедем, раз выбрали где-то в инисти, да. Стал заполнять этот писарь. Это Бельский уезд? Бельский уезд. Смоленская уезда. Сгуберна, да. Да. стал заполнять писарь это, или считал, вот, кто там, анкету, фамилия, имя, отчество, там, все, другое, год рождения. Ваше имущественное положение. Где-то хоть один коньяк короля. Чить карандаш. на стол. Анкету, шарф-шарф порвал мусор. Нас, дуракам поставили. Кого нищего прислали. Это, наверное, богатый уезд. Нищего прислали. с тех пор детям не попал к тебе. Ясно. Скажите, пожалуйста, Павел Ильич, а вот поделитесь секретом, как вы достигли такой глубокой старости и бодрости и живете? Может, есть какие-то у вас секреты, какого особенного образа жизни вели? Образ жизни вот такой. Когда мне еще было три годика, четыре, пять, шесть лет, не грамоте учили, а только работали. Работали, работали, работали. Мамка сказала, ну, какие молодцы брали с собой. А были, когда молодцы отрали. Батюшка, нам сладень будет, маленький мне цапочек сделай, цапочком это мы молотим. Пошли, значит, три посада ухна. Пошли, выкидывай, а горько, горько выкидывай, горько, это горько, укидывай! Чись мятай, веселка, матка, чись умятай! Мят, ой! горько, я тебе дам, горько, чище умятай! А там уже тепло называлось, под стволом такая яма, и клахи такие осиновые, толстые, я наше у меня все изгорели, оттуда дым молил. И вот потом, как смолотишь, пыль, встанешь выносить солому, а уже снежок, смырганешь, чисто дергать. Ну, вот таким манером. Отучился я полтора класса, потом батюшка пришел с армией и заболел тифом. Да, заболел тифом, у меня учительница исключила со школи, разве чем я тифом болеет, исключила со школи. А сперва возила нас в Дрогачевскую школу, там был спектакль. Нас, как мы дома неделю-дю, репетировались, когда, значит, дали нам по стакану чаю там и по маленьким кусочкам сахарку. Все с чайком пили, а многие, в том числе я, в газинку взвернули, в гармашках, а чайок так, маленьким, выпили. Ну, значит, там выступали, когда шло дело, а меня, почему же, меня звали Павел Маленький, мамка дала, что, значит, я, самый младший. Младший, да. Ну, и там поставили самым первым, когда кончить это, хворить, в лесной опушке, помимо небольшое, я самый первый, взялся, дедушка, гаупчик, меня выжарить было, гаупчик, гаупчик, дедушка, гаупчик, сделай мне свисток, а у вторых, семенов с этого, с этого, там, старые уже ходили, на листовке, дедушка, найди мне беленький гробок, а наше по-белорусски, как говорили, а потом яска, председатель, чтобы, у тебя, председателем был, только на два года, мне старше, ты хотел мне сказку нынче рассказать, а дарона, ты же этот, христовский, поселил ту белку, дедушка поймать, а дедушку сделали, постарше, как и, мы там, сильно, сделали им бороду, там гладишь, похололки нас, ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам, белка, будете свисток, но вот, пронюхали там, Костинский, пришли спектакль, ледить, тогда же не было, ни телевизора, ни радио, пришли спектакль, ледить, Драньковский им сказали, вот этот мальчик, ну нет, он говорит, у меня и козелка играет, попросите его, а мне мамка научила, да, ну что ж, просит, надо играть, да, был у бабушки козел, он на столе стоял, он мучичку вязал, муку селеную, хорошеленую, захотелось козлу, чисто поле погулять, как пошел наш козел, все по ельничку, по березничку, как вышел наш козел, на широкую долину, сидит, и козлина, ай, козенька, дай поборемся, уговоримся, чтобы под ногу не бить, по колено не молить, мужик, тяно вязать, козел, в городе трясеть, ты скажи, где-то там бабушек сварил, эти все, я помянул козелка, ай, и ему это было интересно, да, да, что платил мне, яблочко дать, кто, марки какие-то, плав их, от часов кутляре, Павел Ильич, а вот такой вопросик, я все равно вернусь, к алкоголю, а вы не употребляли, вот в жизни, как вот? Я в жизни алкоголь употреблял, ну, как-то, значит, скользко, вот есть, тоже стишок такой, да, время мирное, не поймите, слово веское, всенародное, разгоняет проклятие волну, песни мирною нам любимую, победит в лагерь мира войну, время мирное продолжается, среди местных лета лесом мы живем, и для воли, что полагается, самогоночку гоним, опьем, самогоночка, экономочка, для рабочего людок одна, и бездельник она находочка, чем событием жизни одна, самогоночкою спиртовую, же спальней веселей и живей, выпьешь баночку полулитровую, и забудешь угрозы зверей, а кто такие звери? Колхозное начальство. Ну да. Да. Но вы никогда не злоупотребляли? Я выпивал, даже доходил, одел, некоторые знали, что я за раз пью, мне батя бы за раз пью, и я, я повторить не мог, как повторить, так сразу на месте, меня тогда в головокружении и рвота. Мне заранее давали, наливали кружку полулитровую, хоть на холоду, пей, но вот выпьешь, иногда проходить, а иногда рвота. Вот после рвоты, тогда я с месяц, рот я не беру, потом вот говорят, это тебе, просто так, просто так, выпей, и опять начинаешь. Так я выпивал, значит, до, 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 и тут война уже стала, еще еще выпивал, да, а уже вот, после войны, то есть, быстро, да, кончил, да, бросил сразу, пить, газический. Вообще пить перестали? Сразу ротность убрать, после войны, да? После войны. И, естественно, меня, как переболел тифом, так мне стало не курить, не водку. А вы не курите, и не курили? Не курили с родины, когда? Во время, когда взяли, взяли, взяли в эту, в армию, в Польшу, то сказали, признаю, идут хрипы, покури, на курить. Я покурил, покурюсь недельку, а противилась, как-то она мне, тошно тебе стало, и бросил. И с тех пор даже папироску руки не брал. Да. Вот, значит, взяли туда, в эту, в Польшу, и там мы в Польше были. И когда старушка такая, там старенькая, а у нас с нами, у лошадьих полы были, земляные, а там, где мы были, хороший хозяин, значит, богатый был, с полом была, пол деревянный был, вот и писать с нами, а старушка такая, товарищи, скажите, когда ваши проклятые придут к большевике, а он, правда, коммунизму, это писали, бабушка, я сам, вот я и есть большевик, вы нам наманываете, вы люди хорошие, а вот мы боимся ваших большевиков, о, кого мы боимся, а старушка старая, старая, бреда, бабушка, какие бывают, большевики, что ты, они большие, удобно с ним влезут, вы же хвосты длинные, вы их розы вот такие, и там на стендах было нарисовано тоже, как ждали, то же мужчинку. Павел Ильич, а вы крещеный? Ну, как, в твое время все были крещеные, у меня. Хорошо. Да, все крещеные были. А у вас приход... одна у меня только перед религией, значит, нехорошее дело, я не венчанный. Не венчанный. Женщина, как встану ей, говорит, она, ну-ка, поучи, некогда было, не волк. Жена у вас, да? Жена. А у вас родители были венчанные? Ну, как же, родители и сын. В те годы, конечно. Сын попал в, это, как он, Закарпатья, в город Угород. И там, рядом церква, говорит, мы здесь подпустим близко, к Женю, пока не перемещается. И сын венчанный, и внук венчанный. Вот у меня, значит, семь, это семь внуков и восемь правнуков. У вас? У меня восемь правнуков. Павел Ильич, а у вас приход церкви в земцах была? У Драгачевы. У Драгачевы. А в земцах не было церкви? А в земцах не было церкви? Не было. Никогда. Не было, да? Не было. А в Драгачево? У Доброго была. Доброго. У Драгачевы была церкви. Женцы не давно стали. Когда вот, батька мой, женився в одиннадцатом году, не в девяносто первого года рождения, а в одиннадцатом году женився. И уже приезжали, тут роща еще была. только иди в вокзал, вот, значит, она в 1898 году железная дорога стала. Да. и вот, и приезжали, тут только постройка для железной дороги, поселка пока никакого не было, только был роща лесная, в одиннадцатом шагане. Женцы недавно стали. Вот. Павел Ильич, а и кушали все свое, да? В магазине только сахар, да соль покупали, наверное. А кушать все свое, и хлебушек свой. Сахар и сахар покупали. Незачто было купить, и негде было купить. Никто не продавал. То есть, кушали все свое. Мясо свое, молоко свое, и хлеб сами пекли. Сами хлеб пекли. Первая, когда все, значит, до революции чистый хлеб. Вот один там рядом жили, все не хватало, приходилось идти к зажиточному удову брать при одной. Ну, я попробую один невейный, значит, как с теми, так невейный, так весна, и хлеб как-то сметили. Ну, мягкий. А друзей, значит, веянное, чистое, но хлеб черствий. Вот пришла эта новая. Тот, который ел сметины, но мягкие, пошел занимать. А этот, который черствий ел, не, а это не хватило. Павел Ильич, а как Вы считаете, люд здоровее был душой и телом, чем сейчас? Ну, что вы, ну, что, люд был, это, жутко, так крепкий народ был, невозможно. не сравнись сейчас, как? Ну, что вы, ну, что вы, сильно здорово. И вот, америть скинулось любопытством, было принято тогда, молодежь, ведь, бескорыстно, не боялась, труда. Значит, соберутся было, на второй день праздника, так, все находят там, и вот, и портам понимается, и горшкам, и картинка там, и сядем, и на пальчики, как они все мерили силы, и силы здоровые были, такие, просто, боровые такие, хотя бы здесь, и все они отмерли, кто на войне пойти, кто и дойдет. Я стал, соседы там, говорят, сейчас он умер, на, что-то пришел, что-нибудь такие, вот всех этих борцовников, у меня будет оценится два возземоделя. Они хотя нас убили уже тогда. А у вас на памяти были, такие мужики, которые обладали исполинской силой, богатырской, на памяти были такие? Ну, таких почти не было. Ну, а такие были, что, он, что хочешь, хочешь подкову разогнуть, хочешь, что хочешь. А, то есть, таких с посы рядом было? многие такие были. Сейчас ты найди, чтобы подкову разогнул, не найдешь такого. да, сильные, очень сильные были. И духом, и телом? И телом, и духом, и телом, да. Усего мнения вам никогда не расскажут. Конечно, да, такую жизнь можно, да, это надо столько лет еще. Павел Ильич, а Великой Отечественной войну вы как пережили? Великой Отечественной войне я был не строевой. А-а-а. Да, и все равно, в последнее время мы не взяли, со старика, ну, взяли. Попал я, это, строить, колоржево, там, семь километров, выше, по речке, это, оборонительные сооружения. Это, для раненых. Госпиталь? Госпиталь строили. Вот, там строили, строили. Попал я перво. Я сам не попал, вдруг меня улучшал. Плотники, он хороший плотник. Сам я не умею поплотиться, поддержишь, что друзей за себя есть. Потом стали умирать, это, сплавщикам. Он хороший сплавщик. Что, Юрик, что, 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 писатели, амховицкие, мелко писал, пиши, пиши, хороший сплавщик, все писал. У них еще не было паспортов, а у меня был паспорт. Я пойду, было, что, не беру один тюрата, пока не вяжли. Глень, это гоньте. Тут немножко выпьем, и потом гоним, это гоньте. Против течения, надо упираться, и упираться. Сильно, тихо плыли. Противирование, там уже и начальник наш, Ванька Шут, там, значит, Жаровник, там, значит, и повара, все там трутся, а для нас, мясо хорошего ставили, и мы им даем этого дентурато. Павел Ильич, и вот еще вопросик, а на вашем веку не помните долгожителей, так, чтобы далеко за сто было? Ну, два, это, дедушка моей, этой, жены, и климач такой есть, его дедушка, прадед его климач. Угу. А вот бабушка, которая в мирном, она, как сейчас, бодрствует, с ней можно разговаривать, она вменяемая? Она лет 25, как слепая. Слепая. Чистая слепая. Да. Ей хорошая была жизнь, дочки, дочка не пила, потом к сыну, дочка умерла, молодая, к сыну приехала, у меня Лидова, сын тоже умер, а тогда взяла несколько, она мне говорит, никто взял в дочке, привезли на десятки, а это пьет, и сын ее пьет, и какая там жизнь, не знаю, оживить, чудо полное. Ну, с ней поговорить можно, она вменяемая? Она вменяемая, она разговаривает, только слепая. Угу, ясно. А туда к ней, дочь с ней, да, постоянно? У дочери она оживит, в поселке. А на машине проедем мы? Пожалуйста. Павел Ильич, очень было интересно с вами пообщаться, очень много всего мы узнали, того, чего и не знали. Пятую долю я вам только рассказал. Ясно. А может, вы нам напоследок какой-нибудь стишок свой расскажете? Ну, стишок, много стишков, много стишков, но я позабуду. Ну, вспомните, такой стих, такой стих, который вам особенно дорого. Расскажите, пожалуйста. не знаю, какой он стишок. Наши Шанина там писал, родненькая наша деревня, откуда название взяла, возможно, от шума деревни, и летри, и соловля. ты помнишь, родная деревня, как барин, хозяин был твой, это, поля и в лесу все деревья, законный тогда был такой, да, а это, помню, деревня, как барин, цех розгомы бил, да, мужик крепостной за деревья, не деньгом, а кожей платил, вот так, ну, там много, ну, подзабой сейчас, заканчивая, так, будешь, будешь, красивее, правильно, там, будешь, если они и крашены, деревня, Кашанина наша. Павел Ильич, а у вас день рождения, когда? 4 апреля, 4 апреля, раньше назывался 22 марта, ну, по старому стилю, по старому, а по новому 4 апреля, и 1912, 1912 года, то есть, вам полных 96 лет сейчас, а вот уже перевалило на большую половину, 97, 97, 27, ясно, Павел Ильич, вы знаете, если будет все хорошо, то мы обязательно еще к вам наведаемся в гости, обязательно приедем к вам, потому что еще очень-очень много вы можете нам рассказать, всего, 5-ю долю я вам только рассказал, и обязательно, мы продолжим нашу беседу с вами, мы тут стали умирать, это, это, я в Невальном все стоял, значит, когда у, там, у Фольши были, а они еще увозили свое добро, писать, проснется, ничего не увозите, пока мы тут вас натронут, пока у товарища пока тут, а наши проклятые комичетчики все заберут, мы только где, где это дело, где это, хозяйки рукоделия, увезем еще, больше ничего не, пока мы стали мы езжать, ей понравилось, что я их не будил, она мне кусок масла дала с собой, но там побыли, побыли, является комиссия, и признали, нас всех, первым, что является командир, а мы были, я, 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 снялся, я, 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 великую радость, все плясать, как один, мы ходили, уже влезать тут, я, 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 великую радость, мы едем, громить, беллофином, и все насыщие поисели, да, ну, значит, и вот. Это в каком, тридцать девятом году? Нет, тридцать девятом, в начале сорокового, в начале сорокового, вот как разничать, начинался сороковый год, как начался тридцать девятый, и, значит, от нас каждый вечер подавали состав, придется, а, мало места, назад, и так шесть дней придем, станция Лен-Творис, это Литва, и, значит, опять нас назад, назад, наконец, дали хостовый вечером полный состав, это точно поможет, а на второе день рождества хостова, да, и, значит, нас, да, позавтракали, раньше позавтракали, командир из года вылил, делал перекличку, и без командировки, да, он доложил, да, кожану дважды вперед, бегом к старшине, теста есть, откуда он взял, комиссия признала, безусловно, годин, он теста есть, я поехал к старшине, старшина кричит, поздно, все склады от командирования, я бегу, бегом, они еще не ушли, товарищ командир, старшина сказал, теперь поздно, все склады от командирования, он мне ничего не ответил, только там, шагы, шагы, шагы туда, не доходя по чести, сорвать пломбы, тот, смырчугом, смырчугнулся, пломбы сорвал, от меня принялся теплая, это и под смех, это были теплые такие, на место шагов там, нам все ехали на север, а мне в тину летняя, так и отстался там, и не попал я. Через месяц явился и говорит, что нас участник разбили, значит, выгнали на лед, и кричали ура, а сбоку, снайперы, как дали трехрестным огнем, сейчас, я отстался, потому что посылали меня посыльными, и вот с тех пор как пошло, как пошло, как пошло, и шевернее пошло со дня рождения, когда мамка пошла сено разбивать, и что-то мне подложить, и что-то ноить, не могу терпеть, но это же как бегало, не заходя домой, и так вот взял бальчик, и назывался чуланчик, а было на ней, та няня, она открывает этот чулан, няня держит, так тракту на рту, на мою рту, она не хотела в ней идти, а я мамку послала, хоть на кофе, не надо, да, мамка вскочила, тряпку-то приняла, хотела меня, а я весь черный, не дышу ничего, было-бело, было-бело, и дыхать не в рот, и что не делала, чудом каким-то запорством, вот с тех пор пошло, и пошло, и пошло, и кукушка меня давила, приемщикам работу, шесть лет, и где только я был, и сколько на меня было на пасти, это страшно подумать, ну совсем, остается вот так, одна ниточка, да, до смерти, и вдруг откуда-то что-то появляется, я остаюсь опять, чудом каким-то, Бог помогает, я не знаю, как это чудо какое-то, это чудо, это, я не знаю, на моем месте, любой бы не верующий, оказался верующим, потому что, тут же явно, в виду явно, так невозможно, вот вы такие подсосонки, гадальщик, и они, значит, пошли, когда меня привезли в плену, значит, я попал, значит, со строительства этого, подпал, выбрали молодых, и всех у Калинина, на фронт, вот мы там сидим, если этот, с неделю, никто нас не вызывает, стали говорить, мы, может, кого-нибудь плохо, мы голодные совсем, да, а вот, посидели, мы, тем больше, а какая ваша специальность, а мы, может, землянки строили вооружили, ну, вот, поедет, себе действовать, командир, будет застроить, 18 километров от Калинина, там, выгодя именно Морошилова, там строили, землянки, вот, и там до тех пор строили, пока ночью, значит, помыли нас у бани, только хотели придавать военное герой, значит, и это, командир вывел, значит, слышит их танки, это их немецкие пошли, кругом, а может в окружении, и вы, идите таким, грубком, небольшим, на высоко, спрашиваете, и можно выйдите, а сами сели на машину, потом не выйдет, все начальство ехало, остались мы, ну, что ли, жрать как с ружья, пошли наш, я до тех пор не ел помидоры, нашли нам помидоры, без соли, без хлеба, на помидоры наелись, и то был доволен, нашли мешок муки, отменили у кого-то, дали нам хлеба там, ну, пошли мы, шли-шли, спрашиваем на высоко, гонят оттуда корову, а вот корову гонят, знали только на высоко, там немецкий десант спустился, а высоко это зацветник, 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 и, значит, меня, значит, в утро, заснули в лимонной избе, просыпаемся, песка топится, хозяев нет, да, хозяев святый, бегают по улице, хотя бы это, хотя бы немцы его делают, вскочили, увидели там, железнодорожники, и мы, как штука на крыле там, а самого руки держать, мы все на колене, а страшно смерть, как и люди, если я так, ручам, а сама почему, бань, 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 и вот гонимся, а мы на ноги не поднимаемся, а вот так, на коленочках, а руки кверху, перелезло, перелезло, это, порог, на крыльцо, который поставил, похлопал, мы были пострижены, подлажены в армию, да, солдат, партизан, эти немцы, нас отставили для партизанов, специально, судя по их, солдат партизан, вот так нас угнали, классно, да, Павел Ильич, ну поедем мы, поселок мирный, дай Божьего вам здоровья, еще, минимум, столько же прожить лет, надо бы, то, что вы давайте-ка, я не знаю, я не знаю, я не знаю эти переводы, проживу, набирайтесь духом, вот, ноль еще будет Пасха, 19-го, да, 19-го апреля, а вот, в этом, в 10-м году, будет Пасха, как раз, на мой день рождения, 4-го, 4-го апреля, никогда так не было рано, как раз, мой день рождения, будет Пасха. Это первый раз жизни, тогда у вас попадает? Первый раз жизни, когда я родился, тоже было, тогда было не на 3-е, не на 4-е, попозже, да. Интересно. Как раз, на мой день рождения будет, в 10-м году, на мой день рождения. Спасибо вам, Павел Ильич, низкий поклон вам за все, спасибо вам. Вы очень, вы настолько, для нас ценную информацию, нам преподнесли, что просто вы не представляете. Если вам все рассказывать, это невозможно. Это просто, это бесценная информация. Вы можете заряжаться на полминуты, если начать. И вот это, когда уже привезли меня с плена, и тоже чуть не расстреляли, когда бягут два немца, бягут. Только один замахнулся на меня, штуком, а хозяйка моя боялась, она пойдем, где больше женщин. Тудем пошли. Один только штуковый замахнулся, хотел меня заколоть, а женщины, аааа, что вы кричали. Тогда они решили меня так, ногой. Один держит штык надо мной, а другой так меня, ногой, ногой. До лоты, до порога, и закрываю дверь эту. И не раньше, и не позже. Тула, доли, секунда. Я теперь закрываю, а с улицы дверь открывается. И вскакивает их командир немецкий. Наши, сейчас увидите, командир. Как же кричить на их, и своим голосом. Они теперь один, просто идти смирно, стоять. Одного города, другого города, и сам побежал. И оставшись им за полный день. Вот таким же фензергородом. И вот про этого деда тоже. Когда я был привезен, и пошла гадать хозяйка моя. Деда Ваня, наговори ему сольцы. Он говорит, что две недели сам не спит и нам не дает заснуть. Я говорю, в опухоль пошла, а рука на тагуретке такая толстая, сам не спит и нам не дает. Наговори ему такси сольцы, чтобы его скорее куда-нибудь перевернуло. Он говорит, так и так не жалеть. Дедка кинул на карту и говорит, вот как мамушка, он будет живой. Что ты? Дядя Ваня, ты что, ты села сижу? Кому ж там жить? Кому ж ж не кому? А он будет живой. Вот ему должна помочь только одна дама крестовая. Ну, я не сказал, какая. Приходит, сидит моя мамка, это значит, жена пошла гадать, а мамка сидит надо мной плачет. А я вообще живой. Да. Она рассказала, что там надо такая-такая дама крестовая. Мамка подумала, ой, так я знаю, что ты за дама. И там рядом ходила, начиная, через дорогу, вся доска такая, вентилейка была. Она варила свой этот пластырь. Там, значит, и воск, там, и мед, там, и столетник, и все на свете. Да. Вот она и дала этого пластыря, и вот как лежала в этом руках, такую пятину с тахаром положили на пластырь. И через полчаса, когда с такой трансбой, выехали, чистая дрянь из крови, пришлось поставлять ведро. И как, значит, с руки это много вышло, первую ночью допустил. Первую ночью допустил. А что за болезнь была? Охлаждение, перехлаждение. Перехлаждение, Когда меня везли, из-за проселения хотели заехать погреться, а меня оставили, а я как, ну, и кто. Они голове не держали, без ничего. Да, оставили вазу, а сами там греются. Я лежу, лежу, и на четвереньках под полос, не открыть скобки, скраблю, хозяйка открыл, а что это такое? Зачем ты на меня? А чего вы его нельзя погреться? А ему нельзя, хотя он, как у тебя плет, когда кричит на хрик, ему вот хуже. Да, ну, дай ему кашинский вальню, хрященную ложечку, а это зимопом, это ковен нахожусь. У меня уже Олен будет дед, Александр Назарович, да, тоже был в плену, да, он, как он взял меня, вот и пел эти стишки. А сколько вам было годов тогда, когда вы этой болезнью немыществовали? 29. 29. Эту встречу и тот зимний вечер не забыть ни за что никогда. Был я в лазере военнопленных, захлестнула в Оржаве беда, пали тысячи сильных и смелых, и нельзя убежать никуда. был мороз и мне было понятно, неминуема гибель беда, и я голод, жажда с ним нет сил бороться, но во сне только снилась вода. Было так, всем остались, встал на колени, проща смерти у фрица, да, было так, всем встал на колени, проща смерти у фрица, проща, проща, проща,